Семинар «Роль библиотек» в условиях инклюзивного культурного пространства собрал в одном месте большое количество людей, не просто неравнодушных к данной теме, а тех, кто тесно с ней связан. Это сотрудники городских библиотек и специалисты учреждений образования. Сегодня, как и всегда, в принципе, библиотеки занимаются с очень разными группами читателей. И особая категория – это люди с инвалидностью. Библиотеки в этой связи дают этим людям с временно ограниченными возможностями, дают возможность социальной адаптации. Наша задача – создать такой координационный центр и сделать возможность координации усилий всех организаций, учреждений, которые работают с особенными людьми, причем разных возрастных категорий. Да, такая работа должна проводиться как со взрослыми, так и с детьми. И проводится. Например, на базе специальной библиотеки филиала номер 12 ведется активная работа со слабовидящими людьми. Как отмечают специалисты, плохое зрение не должно стать приговором, если тяга к знаниям огромна. Ну, раз наш филиал называется специальная библиотека, соответственно, мы работаем с инвалидами. И в первую очередь наш филиал ведет работу с инвалидами по зрению. Мы тесно сотрудничаем с многими организациями города, допустим, с областной организацией инвалидов по зрению, с унитарным предприятием Вертекс Брест, где работают слабовидящие и незрячие люди. Литература у нас есть специальная в нашей библиотеке, соответственно, это очень большой фонд книг Брайля, напечатанный специальным шрифтом Брайля, шеститочием. Дальше очень много озвученной литературы. Озвученная в основном на дисках, но, конечно же, есть еще и на кассетах, потому что пожилые люди предпочитают еще данный формат, так скажем. Книги мы выдаем как стационарно, так и не стационарно. На то же предприятие мы выезжаем раз в месяц и возим им книги на рабочие места. На семинаре «Роль библиотек» в условиях инклюзивного культурного пространства представители городской библиотек делились собственным опытом создания и развития такой площадки, рассказывали о важности равных возможностей. Кроме того, участники семинара поднимали важную тему – разработки среды для успешной адаптации детей с ограниченными возможностями, хорошие примеры которой уже существуют. Мы уже очень давно, ну как, давно в нашем понимании, 6 лет, мы уже работаем с детками с ограниченными возможностями, у них тяжелые нарушения речи. Это детский сад номер 19. Он находится рядом с нашей библиотекой. Берем мы самый простой материал, то есть так, чтобы им было очень понятно и очень комфортно было, чтобы детки не стеснялись, не боялись. Вот материал очень простой, но и темы очень разнообразные. Нас просят рассказать им о правилах поведения на дороге, о правилах поведения на воде, то есть мероприятия по ОБЖ. Затем мы, конечно же, проводим очень много мероприятий, связанных с книгой. Литературные путешествия, громкие чтения, игры, мастер-классы – все это является частью создания инклюзивного пространства библиотеки, благодаря которому и взрослые, и дети хорошо понимают, что для знакомства не только с книгой, но и с обществом ни у кого нет границ. Продолжение следует...